К вашему вниманию представляю сразу два новых слива 70 серии скибидей туалет. Они оба являются очень многообещающими, так как в процессе разбора я нашел много чего интересного. Дело в том, что эти сливы кардинально отличаются от тех, которые мы получали до этого. И нет, я говорю не только о их формате, а еще и о способе самого слива. И знаете, что еще интереснее? Кроме них есть еще два дополнительных. То есть суммарно у нас на руках 4 кадра из следующей серии. Но тут есть одна загвоздка. Третий и четвертый слив мы увидим только завтра. Поэтому если хотите увидеть их самыми первыми, то подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Давайте как раз попробуем добить 100 тысяч подписчиков там. Может у нас получится. И да, сразу заявляю, что как сами сливы, так и информацию я взял у зарубежного ютубера Elite Cameraman. Так как эти кадры TheFuck предоставил ему эксклюзивно. Однако сам Elite решил чутка заинтриговать и показал пока что только половину кадров. В принципе и так даже лучше. Он решил продлить наше удовольствие от этого процесса. Поэтому обязательно не забудьте подписаться на мой канал. Ведь у нас на канале выйдет вторая часть этого разбора. Я постараюсь сделать его как можно скорее. Как только Elite их нам покажет. Ну а теперь сначала давайте обсудим слив со Скебеди-туалетом. Здесь можно сразу заметить, что действие серии происходит на улице. Предположительно это опять-таки рядом с лабораторией Скебеди-туалетов. Так как тут характерная горная местность и до сих пор у нас глубокая ночь. Слева от него мы видим некий бункер. Но такого сооружения мы до этого нигде не видели. Поэтому предположительно это задняя часть базы Скебеди-туалетов, куда и полетели Титаны в 69 серии. В том же направлении, куда и полетел Джимен. Кстати о Джимене. Как мы знаем, он находится внутри базы. И скорее всего этот чувак в модных очках охраняет запасной вход. В который хотят зайти сразу три Титана. На этом чуваке кроме модных очков есть и каска, а также много другого добра для защиты. Так что он скорее всего как раз таки и создан скорее всего в целях охраны, нежели атаки. И для этих целей у него имеются 4 огромные ракеты. С учетом того, что снаряды для этих базук слишком огромные, думаю они не самозаполняемые. А это означает, что их мощность огромная. Однако вряд ли он сможет убить Титанов. Он максимум сможет удержать их, пока Джимен вырабатывает свой план вместе с другими туалетами внутри базы. И еще одна интересная деталь. Этот туалет, ну уж очень похож на того Скебедиста из 44 серии, которого убил Тиммен Титан. Походу его воскресили, возможно это его версия 2.0. И он теперь хочет реванша и хочет снова попробовать выйти в бой против Тиммена Титана. Интересно будет увидеть реакцию самого Тиммена, кстати, на эту встречу. Помните, я говорил, что эти сливы необычные? Так вот, сейчас расскажу, что имел ввиду этими словами. Но сначала я хочу напомнить вам о крутой мобильной игре Grand Mobile. Это бесплатная онлайн игра с открытым миром, в котором можно играть как с андроида, так и с айфона. В нем огромное дружелюбное комьюнити, где вы сможете найти себе много друзей и общения. А также добавьте к этому, что вы можете стать кем захочется, начиная от бандита, заканчивая бизнесменом. И в итоге мы получаем крутую игру, в которой можно провести свой досуг и получить удовольствие от процесса. Я сам иногда залетаю поиграть с подписчиками на восьмом сервере. У нас даже есть свой промокод скибиди, который даст тебе очень много бонусов. Поэтому качай Grand Mobile и становись тем, кем всегда мечтал стать. Играем вместе с нами. Ссылку, как всегда, ты найдешь в описании. Дело в том, что эти сливы, по словам элита, являются не кадрами от лица камермена. То есть, то, что мы видим, было сделано чисто для самого слива. Такого рода кадры он уже и раньше нам показывал. Ну, я имею ввиду дефук. Они хоть и являются сливами, но скорее всего чутка будут отличаться от того, что мы в итоге увидим с самой серии. Ведь напомню, что серия еще далека до завершения. И по словам дефука, она только-только на середине производства. Кстати, самые сливы второй раз за всю историю мы получили с помощью ютубера, а не от магазина, дискорда или инстидефака. До этого мы получали слив 65 серии, который показал Крик Крафт. Но тогда это был, скорее всего, просто тест. Но сейчас, наверное, это пойдет уже в привычку. Ведь если в тот раз мы получили только один слив в прямом эфире, то тут уже сразу 4 слива с помощью ролика. Ладно, давайте теперь перенесемся к сливу с камераменами. Тут намного все интереснее. Что сразу бросается на глаза, так это то, что события происходят внутри лаборатории. Это означает, что у нас снова будет переход через экран зьюмена, где в одной и той же серии мы по очереди будем видеть две сюжетные линии. Про первый я уже вам рассказал, а второй будет про агентов подкрепления, которые в конце 69 серии зашли внутрь базы. Кроме этого, тут можно заметить что-то по типу огнемета. Однако огнемет имеет довольно специфический цвет, а именно синий. С учетом того, что камерамена Титана такой же цвет ядра, то возможно даже обычные камерменчики уже имеют доступ к энергии. И поэтому такие технологии в сериале будут появляться все больше. До этого из всех камерменов такую привилегию с энергией имел только Вантузмен и Камеравумен. Именно поэтому они сильнее среднестатистического камерамена. Но учитывая, что у этого агента огромная пушка, стреляющая этой энергией, боюсь представить, как далеко пошла эта технология передачи энергии, раз они уже так раскидываются им. Кстати, в левом нижнем углу можно увидеть еще одного агента, который тоже имеет джетпак, наушники и линзу. А по локации на заднем фоне можно понять, что они находятся рядом с форотами, которые открываются с помощью вот этого груза. И на нем можно заметить надпись «Кинг», который переводится как «Король». Можно подумать, что, возможно, это отсылка к джимену, и он находится прямо за этими дверями. Ведь мы уже видели логотип с кипятитуалетов, где в середине есть этот самый джимен. Возможно, он и является королем. Однако, если внимательно посмотреть, «Кинг» — это лишь часть слова. Тут перед ним имеются еще и другие буквы, но агент своей головой закрывает их. Элит камермен, размышляя над этим, предположил, что там может быть слово «Лукинг». На русском это переводится как «наблюдать» или же «смотреть». Так как тут, в принципе, есть что-то похожее на «О», это вполне вероятно. Впрочем, напишите в комментариях ваши варианты, что же тут может быть написано. Я сам не очень силен в английском. Но даже учитывая это, думаю, неспроста Дефук взял именно такой кадр, именно со словом «Король». Что если мы увидим этого самого короля в 70-й серии? Хм, это уже тема для отдельного ролика. Возможно, король не джимен. Пока не буду сильно вас грузить, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть этого ролика. Как только выйдут еще два новых слива. Ну и не забывайте про телеграм-канал, чтобы самым первым узнавать о таких новостях по вселенной. А пока, можешь смотреть другие мои ролики. Например, мой вчерашний ролик с новой рубрикой «Что если?» Или же ролик с разбором первого слива 70-й серии с ученым. Ну а теперь, всем пока и удачи. Еще увидимся.